Приветствую вас! Вы уже довольно взрослый человек, и, наверное, вы понимаете, что для вас важно, что для вас ценно. И вы, в отличие от вашей девушки, уже сформировавшаяся личность, вы знаете, что хотите семью, и вы знаете, что хотите долгосрочных отношений и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, глупо, наивно было бы полагать, что девушка молит вам это даст. То есть, она, в принципе, в силу своего возраста сейчас действительно искренне верит в то, что хочет быть с вами. Она верит в то, что хочет связать свою жизнь с вами, и она верит в то, что вы можете сделать ее действительно счастливой. Но проблема заключается в том, что, видите ли, тот факт, что она верит, что вы можете сделать ее счастливой. Не означает, что это будет действительно так. Потому что время, которое, ну, вот время, которое объективно ей понадобится для того, чтобы стать действительно взрослой женщиной, значит, может изменить многое. В частности, это время может изменить ее ценностей. В частности, это время может изменить ее взгляды. И, конечно же, она станет совсем другой. Не такой, какой вы ее видите сейчас. И не такой, какая она есть сейчас. В частности, ее изменения могут быть достаточно сильными. И вам, вам к этому нужно быть готовым. Поэтому никто не скажет вам однозначно, стоит ли вам связывать свою жизнь с ней или нет. Но я совершенно точно знаю, что если у вас были вот какие-то негативные моменты, связанные с тем, что вы жили с девочкой 4 года, вас бросили, то это совершенно никак не относится к тому, что сейчас у вас есть. Это немножечко другое. Но вероятность, или лучше сказать, шанс того, что девочка изменится, она не обязательно изменит вам, а именно изменится, есть. Поэтому, если вы готовы рискнуть ради нее, то, конечно же, стоит с ней продолжать быть в отношениях. Если только, еще раз повторю, вы готовы рискнуть ради нее. Если же вы рисковать ради нее не готовы, если вы хотите 100% уверенности, тогда, к сожалению, я думаю, что вы немножечко не туда обратились. Дело в том, что человек, такой человек, как ваша девочка, в принципе, не сможет гарантировать вам какой-то стабильности, определенности и так далее. Все. Все. Это, по сути, еще ребенок. И что можно требовать от ребенка? Я думаю, что ничего. Можно, в принципе, сделать в этой ситуации, знаете что? Можно в этой ситуации помочь вам пережить, ну, пережить негатив, пережить боль от того, что вас, как вы говорите, кинули. Это сделать можно, если вы, конечно, хотите. Это можно сделать. Чтобы вы были свободны, чтобы вы не боялись, чтобы вы адекватно воспринимали то, что все меняется, и что может измениться отношение девушки к вам, и что отношения, ну, вообще любые отношения, это... лотерея есть, то никто не может никогда вам гарантировать, что будет все хорошо и идеально, и идеально. Если вы вот это готовы для себя принять, если вы готовы понять, просто готовы жить, вот, например, с сегодняшним днем или одним днем, если вы готовы наслаждаться каждым мгновением, ну, которое вы проводите с девушкой, то тогда, конечно, вам стоит отношения с ней продолжать. Но если вы не уверены, или если вы как-то считаете, что вам нужно определенность, то определенность это явно не к ребенку коопереть. Но объективно еще сам не знает и не может знать, чего вообще хочет. Вот. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что решать вам, я думаю, что имеет смысл проработать вашу травму, которая у вас была, я имею в виду, когда вас бросили. Имеет смысл подумать, как могла девушка с разницей в возрасте почти десять лет привлечь ваше внимание, что вас в ней привлекает, действительно ли вы ее любите, определиться с вашими приоритетами, с вашими стремлениями, с вашими желаниями, ценностями. И, собственно говоря, вот из всего этого сделать для себя вывод, какого вы хотите будущего. Потому что, видите ли, если человека любишь, принимаешь его таким, какой он есть. И вы принимаете девушку такой, какая она есть, но только если вы готовы к ее переменам. А перемены могут быть разные. Вот и все. То есть вам не понять, что выступая в отношении с ней, это неизвестность. Готовы быть к неизвестности, готовы быть к неопределенности решать вас. А травму вам можно помочь пережить. Это решаемо. Чтобы вы не боялись и были свободны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.